Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры, потому что очень большие потери на поле боя. Наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, они, конечно, в разы просто меньше, чем с украинской стороны. Вот я могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, короче говоря, находятся в плену. У наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен, 75 человек, поменяли на 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. Вот примерно, если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение такое же. Один, примерно, к пяти. Это первое. Второе. Вот именно с этим, кстати говоря, и связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя. Это, знаете, примерно выглядит так. По нашим подсчётам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это санитарные и безвозвратные потери. И у нас целый план совместный. То, что сейчас проводится, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблему. Потому что, по нашим данным, из разных источников мы получаем, где-то примерно 30 тысяч в месяц они набирают, мобилизуют. Ну, насильственно, не насильственно. В основном сейчас насильственно, конечно, хватает на улицах, желающих там воевать немного. Действовали очень аккуратно, спокойно, поэтапно. И надо сказать, что это такая кардинальная проблема, которая ведёт к понижению возраста мобилизации. Вот сейчас с 27 ушли на 25, и мы просто знаем это с украинской стороны. Там секрет Пулешинеля, там секретов вообще никаких нет. Значит, администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно хотя бы снижался порог с 25 до 23, потом до 23 лет, а потом до 18. Или сразу до 18. В том числе, скажем, в космосе. Это просто...